Всем привет, ребят, с вами Даггер и магазин АПК. Мы заметили по комментариям, как вам залетели наши новостные выпуски. И, соответственно, мы решили их продолжить. Дико извиняемся за то, что мы задержались со вторым выпуском. Ну всё, хороших разговоров, хотя в этом выпуске их будет много. Ближе к делу. Поехали. Во втором выпуске мы вам расскажем про Минимальные требования в Windows 11. Точная дата выхода Intel 12-го поколения и их первые тесты. Стоимость плат Asus для Intel 12-го поколения. RTX 4080 и разрешение 8K. Информация про видеокарты от Intel. И SSD со скоростью выше 10 тысяч мегабайт в секунду. Как вам всем известно, 5 октября вышла Windows 11. И уже доступна в сети для скачивания. Но всех волнует минимальные системные требования данной операционной системы. Так как именно Windows 11 поддерживает не все виды процессоров. А именно, если у вас камни от Intel, то есть от синих, то минимальный камень должен быть 8-го поколения. Если от красных AMD, то минимум AMD Ryzen 2000 и выше. Оперативной памяти вам будет достаточно 4 гигабайт. Чем выше, тем лучше, соответственно. Google Chrome в курсе. А PZU 64 гигабайта. Соответственно, SSD на 120 гигабайт вам будет предостаточно. И видеокарта с поддержкой DirectX 12. Хоть и требования немного грубоваты, но если у вас системка намного ниже, соответственно, ваше железо, то вы все равно сможете установить систему. Но будут во время работы некие проблемы. Intel 12-го поколения. Я сам лично жду. Линейка камней Intel ElderLag, где топовый представитель 12900K с легкостью обгоняет 5950X, выходит 4 ноября. Об этом вам рассказал MSI, которая готовит свои материнские платы топового решения Z690. И выйдут они 27 октября. Самое главное, что реально меня обрадовало, это тест 12900K. Он на ваших экранах. Новинка была протестирована в игре Asus of the Singularity вместе с RTX 3080 и 64 гигабайт оперативной памяти. Как итог, 24-поточный камень показал неплохой результат. 14 тысяч баллов в 2К разрешении. Это существенно больше, чем на DC-1 i9 10-го поколения, который показал всего 11 тысяч баллов. Естественно, помимо камней 12-го поколения от Intel, все ждут и платы под них. Так вот, платы от Asus нас порадовали и будут стоить максимально адекватно. Говорить много не буду, ценники на ваших экранах. Видеокарты от Intel. Сейчас этот вопрос волнует каждого, особенно производителей карт от AMD и NVIDIA. Но в сети уже появилась информация, какие объемы памяти будут носить видеокарты от Intel. И самая бюджетная версия в этой серии будет иметь 6 гигабайт памяти. А самая производительная карта, возможно, будет иметь до 16 гигабайт видеопамяти. RTX 4080. Многие геймеры их ждут, особенно майнеры. Так вот, нет, в этом году вы их не дождетесь. Выход этих карт планируется на следующий год, возможно, ближе к осени. С даты выхода я хоть вас и расстроил, но зато обрадуюсь ее производительностью. Подорожают карты примерно на 500-1000 долларов по каждой версии, но зато это будет настоящая карта для поддержки 8К. Естественно, 8К для нас является редким случаем, и для нас сейчас стандартом стал 4К, но думаю, за год многое изменится. И напоследок, SSD со скоростью 14 гигабайт в секунду. Текущие лучшие пользовательские SSD с PCIe 4.0 выдают максимум 7000 мегабайт в секунду. А один из крупных производителей Kioxia уже в этом году готов наладить поставки накопитель с PCIe 5.0 и со скоростью 14000 мегабайт в секунду. А что самое интересное, такие скорости уже будут поддерживать камни 12-го поколения от Intel. Напоследок вам актуальный мем. В целом, это все. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно напишите комментарии, как вам данный выпуск. Стал ли он лучше, либо хуже предыдущих. Обязательно напишите, какие вас новости в будущем интересуют. А мы увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока.